МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными темами дня вас познакомлю я, Ольга Панова. Как повысить инвестиционную привлекательность российских регионов? Какие условия должны для этого создаваться? И какие инструменты использоваться? Эту тему подробно обсудили на заседании Государственного совета России под председательством президента страны Владимира Путина. На заседании в Кремле работала наша съемочная группа. Глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в заседании Государственного совета России в Кремле. В совещании было посвящено теме повышения инвестиционной привлекательности регионов. Накануне глава Чуваши работал в Калуге, где состоялось заседание круглого стола по аналогичной тематике. В госсовете приняли участие главы субъектов федерации, руководители политических партий, представители российского бизнес-сообщества. Президент России Владимир Путин в своем выступлении отметил, что руководители регионов должны нести политическую ответственность за качество делового климата в своем субъекте. Уважаемые коллеги, нам нужно запустить настоящее соревнование за инвестора, за инвестиции, чтобы каждый регион стремился создать у себя не просто хорошие, а наилучшие условия для ведения бизнеса. Только так мы можем рассчитывать на успех страны в глобальной конкуренции за прямые инвестиции, которые нам крайне нужны. В работе с инвестором нужно скоорнировать усилия федеральных структур, институтов развития, региональных управленческих команд. Словом, необходимо выстроить целостную систему привлечения инвестиций в субъекты федерации, повысить эффективность особых экономических зон и индустриальных парков. Нужно показать инвестору потенциал наших регионов. Он должен четко видеть, как будет идти развитие инфраструктуры, какие меры государственной поддержки, какие льготы доступны в том или ином субъекте федерации, где планируется развивать промышленные кластеры, какие кадры будут готовить образовательные центры для реализации предлагаемых проектов. Ключевая задача региональной власти – создание благоприятной среды для предпринимателей. Но в ряде регионов инвесторы сталкиваются с большими проблемами. Ну, например, регистрация собственности занимает в Калуге 19 дней, а в Якутске – 60. Подключение к системе электроснабжения занимает в Саратове 123 дня, а в Екатеринбурге – 360 дней. Получение разрешения на строительство – кстати, показатель, по которому мы сильно отстаем от всех стран УСР. Так вот, разрешение на строительство занимает в Сургуте 150 дней, а в Твери – 448. Вообще-то уму непостижимо. На деле это означает, что в одних субъектах федерации ничего не делают для развития бизнеса, а ещё хуже – разрушают деловую среду, а в других создают условия для предпринимательской инициативы. Хочу прямо сказать, выбор вектора развития всегда остаётся за руководителем региона. Его роль, безо всякого преувеличения, является определяющей. Личная порядочность губернатора – важнейшая составляющая регионального инвестиционного климата. Так же, как его способность заставить подчинённых обеспечивать честную конкуренцию. Губернатор должен сам находить время для личного общения с инвесторами, а в случае необходимости назначать ответственного из числа своих заместителей за сопровождение конкретных проектов. Сегодня в руках у руководителей субъекта федерации имеется достаточно много рычагов для того, чтобы реально осуществлять привлечение инвестиций. И успех этой работы зависит от эффективной координации федерального центра, субъекта федерации и муниципалитетов. В настоящее время в Чувашии создаются благоприятные условия для ведения бизнеса. Так, в 2012 году по прогнозной оценке объём инвестиций в основной капитал составит 65 миллиардов рублей. А к 2015 году этот показатель планируется довести до 103 миллиардов рублей. Вернувшись из Москвы, глава Чувашии провёл совещание с правительством республики. Михаил Игнатьев поделился своими впечатлениями от посещения Калуги и участия в работе Государственного совета, ещё раз подчеркнув необходимость повышения инвестиционного потенциала Чувашии. По традиции, в канун Нового года и новогодние каникулы во всех уголках республики проходит череда праздничных мероприятий. Более 180 тысяч малышей и школьников смогут пойти на новогодние ёлки. В Чувашском государственном театре оперы и балета сегодня прошла традиционная ёлка главы Чувашии. На праздник собрались самые талантливые и одарённые дети из всех районов и городов республики. Поздравить ребят с Новым годом приехал Михаил Игнатьев. Яркое представление, хоровод у ёлки, песни и танцы. Сегодня на новогоднем представлении побывали почти 700 ребят. Перед спектаклем дети водили большой хоровод, ребята с разных районов Чувашии с удовольствием подпевали весёлым клоуном. Новогодняя ёлка главы никогда не обходится без главного героя. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой Михаил Игнатьев поздравил всех с самым долгожданным праздником в году. Я абсолютно уверен, что вы будете делать достойно своё дело, учиться, учиться и ещё раз учиться. Кроме этого, полученные знания будете использовать для себя в любой жизни, в любых нормальных условиях и формируете себя как сильную личность. Сильная личность всегда реагируется правильно, минимизируя ошибки, добиваются хороших результатов. А нам очень хочется, чтобы наши дети, дети 21-го века, вели себя достойно, развивали нашу огромную Россию. Будущее России за вами! В этом году удивить ребят в театре уперы и балета решили необычным представлением. Спектакль-сказка «Али Баба» получилась не только волшебной, но и поучительной. За четыре дня участниками новогоднего торжества станут более двух с половиной тысяч юных жителей республики. По традиции на праздник приглашают ребят, которые добились успехов в учёбе, победители конкурсов, соревнований и олимпиад. По приглашению главы Чувашской республики приглашены детки, которые себя проявили в течение 12-го года. Это на различных конкурсах, на различных олимпиадах. Это самые талантливые, самые умные, самые активные наши детки. Здесь среди них есть, конечно, и дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Они тоже получают соответствующие приглашения. Но эти дети тоже талантливы во всём, потому что каждый ребёнок, по сути, он талантлив. В своей отрасли, не обязательно в учёбе. Поэтому, исходя из этого, здесь действительно, я считаю, самая элита нашей республики. На этом сюрпризы не заканчиваются. Каждый участник новогодней ёлки получил сладкие новогодние подарки и поздравительную открытку от главы Чуваши. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня праздник пришёл и в Кугейский дом-интернат. Поздравить его воспитанников приехали супруга главы Чуваши Лариса Игнатьева и женсовет республики. С собой гости прихватили хорошее настроение, улыбки и, конечно, подарки. Прежде чем вручить новогодние гостиницы, все вместе смотрели представления со сказочными персонажами, водили хороводы, вокруг ёлки, исполняли любимые песни, ну и, конечно, поздравляли друг друга. Мы всем желаем здоровья, счастья, чтобы ваши мечты всегда сблесили. На лицах у вас всегда сияла улыбка. И сегодня хочется пожелать вам огромного здоровья, любви, доброты, и чтобы все ваши желания исполнились. Какой новогодний праздник без мандаринов? Ребятам привезли целую коробку этого фрукса с оговоркой от российского Деда Мороза и полезные подарки. В администрации Московского района столицы решили поздравить с наступающим праздником детей, находящихся в реабилитационных центрах. Подобная акция проводится в районе уже не первый год. К празднику сейчас готовятся все. Особенную радость приносит Новый год детям. По словам министра образования Владимира Иванова, они постарались сделать так, чтобы ни один ребенок республики не остался без внимания в этот праздник. Елки проводятся не только в школах и муниципалитетах, а еще есть елки, которые проводятся различными организациями. И туда, конечно же, детки приглашаются. В частности, елки организуются по линии Министерства социальной защиты. Вы знаете, туда как раз приглашаются дети. Трудные жизненные ситуации, дети, которые испытывают какие-то сложности в жизни. В Московском районе уже не первый год проводится акция доброты. Дед Мороз и Снегурочка сегодня будут поздравлять с праздником детей-сирот и тех, кто нуждается в психологической реабилитации и поддержке. Сотрудники Московской администрации на один день по волшебству превращаются в Деда Мороза и Снегурочку и дарят детям подарки, а самое главное – внимание. 23-й раз Дед Мороз и Снегурочка придут в гости к нашим деткам. Выезжаем мы к ним с подарками, с игрушками, со сладкими подарками, с книжками, с карандашами. Ребятишки ждут Деда Мороза с нетерпением. Вот и сегодня мы едем по этим семьям. Ни один ребенок не останется без внимания. На учете и контроле отдела охраны детства на сегодняшний день 265 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Неожиданный визит главных новогодних героев доставил радость детям из 25 приемных семей. Каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок и мягкую игрушку. Сотрудники отдела охраны детства надеются, что все загаданные желания и мечты этих ребят обязательно сбудутся в наступающем новом 2013 году. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. К другим темам. В Чувашии активно развивается животноводство. В 2012 году были открыты 30 ферм. На днях открылась семейная ферма в Парецком районе. Юрий Голубев получил средства для своего крестьянского фермерского хозяйства по ведомственной сливой программе. 25 миллионов рублей было выделено предприимчивому паричанину. 10 из них получены в качестве гранта. У вас сейчас вот это все для телок будет, допустим, ну для коров? Это будет, да. А следующий будем строить откорм. Откорм будет, да. Это уже на следующий год. Это в лето будем закладывать. Эта ферма была построена осенью. Здесь разместили 59 голов крупного рогатого скота. Все телочки гирифорской породы были куплены в Татарстане. Занимались в основном мы растеневостом. Сеяли пшеницы, ячмень, горох, горчицу, все там и подобное. Ну вот эти кризисы, кризисы показывают, что человек должен стоять на двух ногах. А у нас, как говорится, в растеневосте, то есть в сельском хозяйстве это растеневодство и животноводство. Это спокон веков ведется. Поэтому мы задались решением, как говорится, именно завести скот. Порода гирифорда является самой популярной в мире. Она выведена в Англии. Эти буренки выносливы, приспособлены к различным природным условиям и к продолжительному содержанию на пастбищах. Порода славится крупными размерами и силой. Мясо отличается высоким качеством, мраморностью и считается наилучшим для приготовления стейков. Мы будем производить мясо в живом весе 70 тонн в год. И параллельно, и этим уже сейчас первым днем занимаемся, будем создавать племорепродуктор на нашей базе по выращиванию именно мясного скота породы гирифорда. С открытием этой фермы жители сел Любимовка и Сирейси получат новые рабочие места. В планах фермера построить еще два коровника и довести поголовье до 420. Этот объект, он для нас тоже важен, потому что он входит в один из трех объектов, которые получили гранты в рамках развития семейных животноводческих ферм. И все эти три фермы у нас сегодня, это последний издаточный объект, сданы. То есть те гранты, мы считаем, что получены не зря, и они будут в дальнейшем стимулировать развитие не только этих хозяйств, но и развитие сельских поселений, развитие деревни. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Чебоксарские трактора претендуют на победу в известном телешоу. Минута славы для них уже пробила. В эфире федерального канала многотонный бульдозер проехал по стальным канатам. Этот трюк принес победу участникам шоу. Сейчас за чебоксарцев голосуют зрители. Как на четвере готовились сделать невозможное, и на что они планируют потратить свой выигрыш? С главными героями опасного номера сегодня встретились наши корреспонденты. Их бульдозеры уже рисовали картины, разбивали куриные яйца и даже копировали танец маленьких лебедей. Но никогда еще тяжелые машины не показывали зрителям столь опасные трюки. Испытательный полигон завода, стальные канаты натянуты над большой пропастью. В то, что это удастся сделать до конца, не верил никто. Этот трюк смертельно опасен. Вы только представьте, что вы падаете из трехметровой высоты в легковом автомобиле. А теперь осознайте, в кабине трактора нет подушек безопасности. За несколько недель до съема главные герои этого видео буквально жили на полигоне. Сначала расчеты на бумаге, затем тренировки. Каждый день с утра и до самого вечера. Управлять первым в мире трактором-канатоходцем пришлось ему. Свои действия Сергей Егоров оттачивал до мелочей. По канатам он проезжал вслепую, ориентировался только на команды своего коллеги. Доверить исполнение подобного трюка могли только ему. На заводе Сергей испытывает в деле новые машины. Я сам на трактор-насосе с 2004 года, не с тех пор работаю испытателем, но испытывал всякую технику. Но я тоже родной, как для меня, вот эту хоть машину водить легковую, хоть нашу технику. Ну и уверен, что не подведет эту технику. В последний момент под бульдозером появляется погрузчик. Одно неловкое движение и многотонная машина может буквально вдавить его в грунт. Это самый острый момент их выступления. Зрители наблюдали за ним, затаив дыхание. В кабине мини-трактора тоже находился водитель. Я много лет работал в цирке, но то, что происходит сейчас, вводит в шок даже меня. Идет, идет. Смертельным трюк казался только в эфире, признаются его главные герои. На самом деле их жизням ничего не угрожало. На обоих концах тросов установили вот такие зацепы. Гусеницы бульдозера тоже секретом. В них проделаны отверстия. Мы сначала перед передвижением ставили платформу, которая в случае непредвиденной ситуации она бы просто поддержала. И после неоднократных проверок перед движением подростков мы уже приняли решение. Не обдумываемых решений в наших выступлениях нет. Победа зависит от того, понравился или нет этот номер телезрителям. Если главный выигрыш достанется заводу, то его, возможно, поделят между всеми работниками. Авторы трюка в ближайшее время вновь планируют удивить чем-то необычным. Но подробностей они пока не раскрывают. Это все, о чем мы хотели рассказать вам в этом году. Завтра смотрите на нашем телеканале итоговый выпуск программы «Республика». В нем мы постараемся обозначить основные события, прошедшие в Чуваше в 2012 году. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова